Не совсем стандартный внешний вид для вас, друзья, на канале обычно я так не выгляжу. Но сейчас я просто был в газораспределяющей компании, которая мне напомнила о том, что есть незаконченные у нас делишки. С вами Денис Владимирович. Недалеко вчера мне пришло письмо о том, что у нас незавершенные работы по газоснабжению, и, соответственно, уже пора бы мне войти в дом. В ближайшее время я должен это сделать, потому что линия не закрыта, и это не совсем правильно. И надо же, что это все совпало с тем, что наконец-то ко мне приехали трубы, коллектор и все остальные шалагушки, которые нужны для теплых полов. Зима обещает быть теплой. Ну и, соответственно, я принял решение, сейчас фасадные все дела мы временно заканчиваем с вами. Спускаемся в подвал, делаем все красиво кафелем, так как для того, чтобы протянуть все трубы, надо подготовиться. И после чего вернемся к нашим вопросам. Кстати, на повестке дня у меня столько видосов, что, по-моему, столько не было. Вот там, начиная от ремонта моей газонокосилки, заканчивая каркасным бассейном, который я хочу сварить своими руками. Поэтому, друзья, если вдруг вы не подписаны на канал, я прям советую это сделать прямо сейчас. Так, пойдемте в подвал, я вам покажу фронт работы. Я бросил работы в прошлом году, начались холода, и был риск, что все это дело вбрушится. Сейчас лето, и мы можем смело эту работу завершить. В конце видоса мы с вами уже будем заниматься укладкой кафеля. Я так думаю. Или начнем, или хотя бы кафель вам покажу. Или, ну, в общем, смотрите, дальше будет интересно. Все, поехали. Штукатурные работы провожу по уже давно сложившейся успешной традиции. На одно ведро цемента, три ведра, суглинка с местного карьера, одно ведро мытого речного песка и воду по вкусу. Старался не борщить с пластификатором, вы много ругали за технологию в прошлых видео про штукатурку дома. Но все же капельку ферри я добавлю. Есть грешок. Накидывает раствор умею и ковшом. Но мастерком получается ювелирнее. Плюс не так сильно устает рука. Подумать только через каких-то несколько дней эта комната превратится из средневековой пещеры в крутейшую высокотехнологичную котельную. Даже не верится, что я добрался до этого уровня стройки без всяких чит-кодов на голом энтузиазме и стремлении. Кстати, все это во многом благодаря вашей поддержке в комментариях. Срезать раствор не так-то просто. Сказывается нехватка пластичности в массе. В нашем доме мы с Женей практически завершили все штукатурные работы. Осталась только одна комната. Это моя студия. Но думаю ее зашить гипсокартоном. Что вы скажете на этот счет? В нашем цоколе сухо и тепло. И думаю, это была бы неплохая идея. За нашим разговором совершенно не заметили, как затянули оставшиеся стены. Сейчас добавлю в цоколь света и мы продолжим отделку котельной. Хочу показать промежуточный этап. Целый день занимались сегодня штукатуркой. Вот так получилось. Маяки я решил оставить. Они уйдут под кафель и ничего с ними страшного не будет. Смысл их выдергивать. Кто смотрит наш канал постоянно, знают, что вот это за штукенция. И, друзья, если напишите в комментариях, я прямо сразу пойму, что вы наши постоянные зрители. Что это? Так, друзья, сегодня я много рассказывал о своей котельной, но не рассказал главные интересные моменты. В своих видосах я постоянно делаю акцент на том, что все нюансы, все идеи, которые появляются на нашей стройке, они взяты из опыта друзей, знакомых, родителей и так далее, людей, проживающих в своих домах. И в данном случае есть такая проблема – это приготовка еды для собаки. Сколько я не общался с разными людьми, все говорят, что это вечная проблема. Кто-то находит себе местечко укромное где-нибудь в кочегарке, кто-то находит там в углярке, кто-то готовит в гараже, потому что готовить еду собакам – это постоянная заморочка. Готовить такие объемы на кухне – это неправильно, потому что еда немножко пахнет по-другому, собачья. Так вот к чему я клоню. Так как у меня будет конденсационный котел, он в любом случае требует отвод конденсата. Как мы помним из нашего общения на выставке, я еще несколько раз вам эту ссылку дам, но посмотрите видос, кстати, так, тут, там, вот там. Была такая фраза, что он требует половину от своего номинала в литров в сутки. Соответственно, если я буду устанавливать 35 кВт котел, то где-то около 15-16 литров в сутки будет уходить в канализацию. Но тут появляется одна большая проблемка. Канализационный выход, ближайший у меня, находится вон там, а котел будет висеть вот здесь. То есть, чтобы вода самотеком дошла до туда, это нереально. Поэтому, как я и общаюсь на выставке с экспертом по отоплению, Николаем, помните, да? У меня одна проблема, он будет находиться у меня в подвале, а скважина подвальная, то есть канализационная гильза, она находится на уровне по пояс и в другой комнате. Можно поставить либо, да, либо что-то типа канлифта от Грюнфоса, либо какой-то маленький насосик. То есть, жидкости немного, но пускай будем говорить о 20 литров в сутки всего. Я говорил о том, что буду ставить какой-то терминал, то есть отправляющий воду выше. И, соответственно, значит, я могу смело здесь ставить водопровод, ставить канализацию, потому что какие проблемы мне сделать здесь мойку? Никаких проблем. Вода, поднимаясь по терминалу, будет проходить у нас здесь под потолком, попадать в общую канализацию кухонную и уходить уже в общий стояк. Готовка для собаки будет идеальна именно здесь. А про окна, почему я сейчас этот вопрос коснулся? Потому что в котельной, которая находится в цокольном этаже, есть определенный номинал по квадратуре на кубатуру. Вот здесь я сделаю окно глухое, которое не будет открываться. Эти два окна мы сделаем с открывающимися створками. Видео по тематике монтажа окон есть на канале в соответствующем плейлисте. Сейчас же, за это короткое время выпуска, я хочу успеть показать вам, как можно больше именно само перевоплощение комнаты. Поэтому все внимание буду акцентировать на этом. Итак, небольшой промежуточный этап. Как я и говорил, две створки у нас будут полностью открываться, одна у нас будет глухая. Все они вышибные. Короче, для газа это все подходит. А вот и подъехал долгожданный кафель. Работа кипит. Кстати, я выбирал самый дешевый белый вариант. Нашел по 22 рубля за штуку. Правда, геометрия очень так себе. Так, друзья, из этой комнаты у меня пойдет очень-очень много коммуникаций. И об этом я не подумал в тот момент, когда закладывал гильзы в другие комнаты. То есть я подумал, делаю вентиляцию, все остальное пропущу через дверной проем. Идея хорошая, но, как оказалось, она не прижилась. Через это отверстие у меня пойдет основная вентиляция котельной, выхлопная, газовые трубы. Все трубы на теплые полы, на горячие водоснабжения и так далее, на радиаторы. И, конечно же, такого отверстия мне просто не хватает. И нужно будет его сейчас хорошенько расширить перед тем, как мы начнем укладывать с вами кафель. В остальном все готово. И поможет в увеличении проема нам сегодня вот такой вот гражданин. 1000 ватт, ударный, классный перфоратор. А какой он в работе, вы сейчас, собственно, увидите. Модель D-KH-1000V. В описании я оставлю на него все ссылки, если вам интересно будет. Класс, то, что нам надо. Лопатка и зубила. О, здесь даже маслянка в комплекте. Это же маслянка. Да. И сверла на 12, на 10 и на 8. Даже есть специальная штукенция, чтобы делать отверстия в потолке. Прикольно. Ну что, попробуем в деле. Так, нам нужен просто молоток. И зубила. Проектируя котельную, я сделал около 6 гильзованных выходов на улицу для разных нужд. А вот самой инфраструктуре дома, изнутри, я уделил мало внимания. Не совершайте мою ошибку, делайте больше проемов, заложите их кирпичом или бетоном залить никогда не поздно. А вот проделать новый, это немалый труд. Так, ну что, друзья, вот промежуточный этап двух часов работы. Вот тут был полукруг в начале. Это сделано. Любой газовый котел требует отвод паров. И по условиям газораспределяющих компаний, этот отвод не должен быть ниже полутора метров от земли. А вот это отверстие, которое я изначально планировал под отвод газов, он не подходит, потому как над землей он всего лишь на расстоянии 70 сантиметров. И его может просто сугробом забить, перестанет подаваться тепло и все замерзнут. Поэтому существует два выхода. Выход первый, это взять и над котлом, пробурить отверстие в плите, вывести наш дымоход в комнату и там уже сделать отверстие на улицу на расстоянии минимум полтора метра от земли. Честно говоря, мне такой вариант очень не нравится. Он проще, но я бы не хотел заниматься подобным. Это дополнительная какая-то шахта в комнате. Даже не хочу об этом думать. Вариант номер два. Газовый котел, который я планирую себе ставить, может тянуть до 20 метров простой канализационной трубы. По ней может отводить газы, то есть через проходной элемент в кровле. Но надо учитывать, что каждый поворот, каждые 90 градусов берем за метр. И даже при таких раскладах я в любом случае выигрываю, проводя линию просто через мою шахту и вводя ее на кровлю. Проходной у меня там стоит. Самый оптимальный вариант. Мне он понравился. И я хочу делать именно так. Пришлось расштробиться. Сюда пойдет труба газоотвода газового котла. Сюда же пойдет труба канализации для конденсата от котла. И плюс, скорее всего, здесь будет что-то типа умывальника где-то стоять. А поднимать все это наверх будет специальный терминал. Так что проблем в этом нет. Розеток понаделал я с лихвой. Хватает на все. Здесь в идеале, если еще раз рассказать вам о стенах, здесь хотелось бы повешать пылесос, бойлер, коллектор с насосными группами, котел газовый, котел электрический. Или наоборот. Вот. Посмотрим. Вот газа у меня планируется в том месте. Эта стена у меня, по сути, свободная. И тут остается у меня подготовка воды. Где-то вот тут встанут эти баллоны. И самое главное, что кормить собаку я теперь смогу через окно. Если я смогу здесь готовить, останется вытяжка, кстати, для готовки. И здесь можно подавать зимой, чтобы по всей квартире не тащить еду, можно подавать, будет ее вот через окошко. Это круто. Мне осталось сейчас вот такие страшные огрехи прошлогодней давности убрать. Это я сделаю своим новым перфоратором вообще в 2 секунды. И после чего мы с вами занимаемся тем, что отбиваем горизонты пола будущего и начинаем укладывать кафель. Сейчас у меня на повестке дня стоит только один вопрос. Как класть кафель? Вот таким путем? Вот таким путем? Или вот таким путем стандартным? Как все обычно делают? Я пока не знаю. Сейчас я разложу. О! Кстати, идейка. Я сейчас вам в инстаграм выложу. Вы мне напишите. А в серии вы уже увидите, как мы решили. Так что кто в инстаграм у нас подписан. Вот в этот инстаграм. Те участвуют в голосовании. Итак, перед тем, как мы начнем устанавливать направляющие по нашим стенам, нужно очень хорошенько здесь прибраться. Срезал все наплывы бетона и подготовил комнату к работе. Начнем именно с этой стены, потому что я планирую оформить уже все газовые вот эти вопросы в ближайшее время. И, соответственно, газовая труба пойдет именно по этой стене. Мне необходимо сделать ее быстрее. Получится сделать все вместе? Здорово. Не получится. Будет одна хорошо готовая стена. Но я так думаю, что лучше идти, наверное, по кругу. Полностью по кругу всего периметра. Так будет правильнее. Посмотрим. Нашел несколько прошлогодних огрехов штукатурки. Решил сначала заровнять их, чтобы работа по укладке кафеля была в радость и шла без малейших проблем. Если интересно, эти работы я проводил цементной штукатуркой Геркулес. Стена готова. Стреляю горизонты пола и устанавливаю стартовый профиль. Так я делаю первый раз в жизни, но скажу честно, мне очень понравилось начинать кладку именно с профиля. Так, теперь я сейчас быстренько сделаю две раскладки плитки. Горизонтально и вертикально. Потом нужно будет определиться по расположению плитки относительно углов. Я не буду углубляться в саму суть. В интернете очень много по этому поводу постов. Поэтому объясню самый банальный момент. Плитка на углах должна делиться большей частью. Если у вас остается меньшая часть плитки, то есть меньше, чем ее середина, то это не совсем правильно. Лучше, когда по углам у вас остается больше середины, больше половины. И тогда это смотрится эстетично и круто. Но сейчас нужно определиться, вертикально она будет или горизонтально. Для этого я просто сделаю небольшой шоу-рум. И мы решим. Давайте сделаем сейчас небольшой интерактивчик. Вот прямо сейчас поставьте видос на паузу и напишите, как вам нравится больше вариант с горизонтальной укладкой или вертикальной. Лично я предпочитаю вот этот. Но вы напишите, как нравится вам. У меня появилась лучшая идея. Я сейчас позову семью и мы вместе решим. Так, так. Вот что значит семейный совет. Буквально одна секунда и все решено. Классно. Строительная семья. Начинаю, значит, кладку блоков. А для чего вот эти тройки? Чтобы ровненько начало выставить, чтобы мне сейчас не подклеивать. Тут же пол будет начинаться выше. А, ты по уровню пола? Да, по уровню будущего пола бетонного. Вы не поверите, но идеальная стройка, она выглядит как-то так, друзья. Просто без подрезки все вошло ровничком. Ну, конечно, не уверен, что на других стенах будет так же, но здесь получилось шикарно. Так что сейчас мы первый ряд уже быстренько приклеим. Я, короче, не знаю, как у вас, друзья, но у меня настроение просто сейчас восхитительное. У нас 10 комнат всего лишь в доме, и мы начинаем сейчас делать первую. Если все хорошо пойдет, то, скорее всего, прачку мы тоже сделаем в кафеле, но это еще не точно. Да, кстати, еще момент. Видели, да? Я там в ванной замочил керамику. Это для того, чтобы не использовать грунтовку. То есть она сейчас напитает хорошо воды, и будет лучше адгезия, и у меня будет больше времени для того, чтобы с плиткой совершить необходимые манипуляции. Геометрия, конечно, хромает в этой плитке капитально, сразу видно. Сейчас я войду в этот, в рифму. Я еще плитку давно уже не плал. Навод, конечно же, позабылся. Блин! Мы же решили ее по-другому класть. Вы чего мне не говорите-то, а? Ну, кошмар, а вот я. Точно, мы же передумали по-другому. Ничего себе, она крепится. Ладно, это пусть пока так. Сейчас. Хорошо, что я намочил. Есть время для работы. На ровных стенах и работа идет быстро и в удовольствие. Это надо же так ювелирно, случайно сделать комнату в идеальных пропорциях для кафеля. Первая стена сошлась вся без подрезок. Вторая стена сошлась вся без подрезок. Соответственно, и эти две стены тоже сойдутся без подрезок. Зачем я брал вообще этот станок для резки кафеля, не знаю. Сейчас добью весь периметр и потом начну поднимать уже стены вверх. Так, а вот здесь я, короче, попал. Попал именно на то, о чем говорил вам в самом начале, что надо делать подрезки. Потому что смотрите, что вышло. Ну, тут, конечно, клитка еще вот так встанет. И получается, что трехсантиметровая вставка будет. Это очень некрасиво. И я, собственно, нарвался на то, чего сам и боялся. А произошло это все по одной простой причине. У меня вот эта стена, она имела раньше шаг определенный. То есть тут была ступенька. Я эту ступеньку сравнял раствором. Но наложил, видимо, недостаточный. Нужно было захватить еще на сантиметр. Но это был бы уже очень большой слой. Сейчас, конечно, переделывать это глупо и уже бесполезно и бессмысленно. Так что, в общем, здесь будет вставка. Но успокаивает меня один главный момент. Здесь будет стоять бойлер, высокий большой бойлер. Или здесь будут стоять водные емкости. То есть это все будет закрываться от угла. Вообще не будет видно. Знать об этом будете только вы. Дальше пойдут трубы наверх отсюда. Которые от воды, от рециркуляции горячей воды, от холодной воды. И все это пойдет именно вот в этом месте. Здесь все это закроется. Там пылесос. Короче, ничего видно не будет. Вот за этим следите очень строго. Я вот не последил. И на тебе, Денис. Вот такой тебе подгон. Я, конечно, мог бы сейчас здесь все плитки оторвать. Там сделать побольше. Потому что там есть. Я там завел под ту плитку. Еще раз говорю. На котельной я учусь. Потом, когда я буду делать санузел. Уже там красиво. Там будет крутая дорогая плитка. Там я, конечно же, буду выпендриваться с этим. Со всеми аккуратностями. И, скорее всего, даже стол приобрету, который раскроечный. Вот этот, который пилит под водой. А пока будем делать как есть. Ладно, все, едем дальше. Меня часто спрашивают, если бы ты начал строить сегодня, заложил бы ты цоколь или отказался. Приведу простой пример. На улице сегодня 37 градусов тепла. Находиться там просто некомфортно. А цоколь, он как естественный кондиционер, раздает нежную прохладу всему дому. Плюсов, конечно же, куча. Но вот это просто наблюдение, так сказать, сходу. С каждым новым рядом увеличивается и скорость укладки. Я называю это опыт. А если серьезно, в стройке я уже около 7 лет. Не считая того времени, когда помогал отцу строить его дом. Наверное, уже потихоньку можно себя квалифицировать не как самостройщика, а как начинающего строителя универсала. Хотя самостройщик звучит как-то уютнее. Как-то по-родному. Необходимо каким-то образом сейчас этот провод просунуть. Ну, это очень даже несложно. Я думаю, что отверстие где-то здесь. 7 раз отмерил. Один раз просверлил. Решил добавить выпуск искренних эмоций. Включил скрытую камеру и позвал семью оценить работу, проделанную за сегодняшний день. Они как раз только что приехали из города и отправлял их на пару часов за материалами. Мам, сюда иди. Нифига ты. Вот это тебя бомбануло. Бомбалило. Нифига себе. Ты когда успел-то? Нормально? Вообще круто. А знаете, что самое крутое? Что это были искренние чувства на камеру. Итак, друзья, мы с вами дошли до окон. Продолжать сейчас работы я пока не могу, так как мне нужно поставить оконные проемы и сделать все вот эти опаналочные красоты. Ну и второе. Не хотелось бы вас уже напрягать долгими видосами. 15 минут выпуска это самое то время, которое в принципе очень комфортно заходит зрителям. Если надо больше ролики перейти, говорить и буду больше. Но пока давайте-ка, наверное, этот видос мы разобьем на две части. Как я обычно говорю, у меня будет завтра, а у вас это будет через минуту. Так вот теперь наоборот. У вас это будет завтра, а у меня через минуту установка оконных проемов. Скоро я вам покажу, как это все делается. Хотя, в принципе, я сам не профессионал, но уже много чего изучил по этой теме. Ну, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если так, то, как всегда, ставьте ваше одобрение. Если нет, то включайте другие видосы, которые у меня есть на канале. Увидимся прям, 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 прям скоро. Увидимся. Пока, 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 пока. Какая-то автология получилась. Ну, пока. Все.